Обычно схема обработки фильма включает окончательный монтаж, добавление спецэффектов, записи, наложение музыки. Затем все окончательно сводится. Но у нас был далеко не обычный случай. Да, точно. Завершение работы. Джейми Селкерк, редактор-сопродюсер. В «Возвращение короля» интересно то, что, несмотря на огромный запас времени, сроки нас все время поджимали. Рик Форреса, продюсер. Во «Властелине колец» все накладывалось друг на друга. Часто по графику получалось так. Если мы будем делать до съемки, надо начинать прямо сейчас. Поэтому вместо монтажа Питер начал снимать и монтировать одновременно. Еще один день. Я должен идти в монтажную и монтировать несколько часов. Потом поспать и снова монтировать. Опять спать, снимать, монтировать. Но ничего страшного, все будет готово. Энни Коллинз, помощник редактора. Мы не успевали ко времени, когда Говард договорился с оркестром. Говард записывался с лондонским филармоническим оркестром. Питеру нужно было быть там, так что и нам пришлось отправляться туда же. Мы перевезли монтажную в Лондон. Пит был занят работой над оркестровками и монтировал фильм, когда не был на оркестровке. Теперь вернись назад к Пиппину и Сэму, Барри Осборн, продюсер. И хотя Питер был в Лондоне, а мы делали звуковые и визуальные эффекты в Веллингтоне, нам нужно было его присутствие, а ему наше. Поэтому мы установили виртуальную частную сеть и проводили совещания по визуальным и звуковым эффектам. Каждый день по часу. Не знаю, как Питеру удается держать в голове столько вещей одновременно. Удачей было заполучить его на 2-3 часа, а иногда бывало, что у него так и не доходили руки до монтажной. Бедный старина Говард, он был занят оркестровкой недемонтированного фильма. Бывало, что-нибудь оркестровали, а затем монтаж сцены менялся, и реплики сдвигались настолько, что приходилось оркестровать заново, сочинять заново и, разумеется, перезаписывать этот кусок. Мы записали музыку, а они смонтировали по-другому. Так что все, они на своих местах, и это я упоминаю лишь малую часть. Найджел Скотт, музыкальный редактор. Помню, как мы сидели с Полом Бросиком, я подготовил несколько документов, чтобы четко понять, где мы сейчас находимся, что Говард уже видел, а что нет. Пол взглянул на меня и спросил, «Я прав, что беспокоюсь?» И я сказал, «Абсолютно». Марк Ордеск, исполнительный продюсер. Мы получили монтаж так поздно, что не могли ждать, когда будут окончательно готовы сцены со спецэффектами, чтобы начать работу со звуком. Майк Хеджес, звукорежиссер перезаписи. Так что мы делали звук для сцен, которые еще не были готовы. Они пытались делать звук для чего-то, что было представлено в виде серых блоков. Нужно было добавить звук шагов, звяканье кольчуг и все такое. Дин Райт, продюсер спецэффектов. Они смотрели на меня с мольбой. «Помоги, Дин, помоги!» Майкл Семаник, звукорежиссер перезаписи. Анг Моритс размахивает булавой. У нас не было этого кадра. У нас был только кадр, где он... И затем кадр с надписью «Булава ударяется о землю». Питер веселился. Он говорил, «Ну просто нужно использовать свое воображение». Он замахивается и... Ему далеко говорить, ведь у него в голове уже есть четкий образ. Он знает, что должно получиться в результате. Умножьте это на полторы тысячи планов, и вы поймете какой-то кошмар. Пытаться сделать звук для несуществующего видео. А я знаю, поэтому я и оставил все в такой неразберихе. Я удал все вперемешку, разбирайтесь сами. Я за вас это делать не буду, это ваша работа. Аннет Воломс, менеджер производства Вета. В профессиональном плане мне искренне жаль, ребята. Но ничего не поделаешь. Мы не были готовы к тому объему работы, который нам пришлось выполнить. Гай Уильямс, ведущий разработчик 3D-эффектов. Для первого фильма мы делали от 30 до 50 планов в неделю. Для второго фильма до 70. И нам всем казалось, что 70 — это много. Мэйд Эйткин — ведущий создатель моделей. В третьем фильме мы оказались в ситуации, когда месяцами напролет мы должны были выдавать более сотни планов неделя за неделей. Мы думали, вытянем ли мы такой уровень. И это не обычные планы. Это масштабные планы, которые были бы в любом другом фильме самыми дорогими. А у нас их была целая куча. Джим Риджо — ведущий создатель спецэффектов. Смотришь на Гуру и пытаешься сокрушить ее зубочисткой. В этот момент слепая Вера умирает, потому что, исходя из своего предыдущего опыта, ты понимаешь, что никак не сможешь выполнить поставленную перед тобой задачу. Пока нет монтажа, мы не можем сделать ничего. Главное — завершить монтаж. Фильм получался длинноватым. Мы продолжали вносить изменения, и по-прежнему ничего четко не фиксировали. Чем доводили Марка Ардески до безумия? Нарушаем сроки, нарушаем графики. Потому что мы все еще доснимаем разные сцены. Мотор! Бриджит Йорк — менеджер производства. В конце концов, мне приходилось говорить съемочной группе, «Так, это продлится еще неделю». Они говорят, «Ладно». Съемочная группа находилась в Веллингтоне, но Питер легко мог сказать, «Так, я использую еще один ближний план». Добавить его и сказать, «Да, то, что нужно». Хотя сам он был в Лондоне и занимался монтажом и звуком. Пол Бросик — исполнительный музыкальный продюсер. Мы сняли Говарду номер в отеле «Дорчестер», и когда он не был занят в оркестровочных сессиях, мы делали его узником Дорчестера. Потому что в конечном счете весь процесс записи музыки связан с математическим расчетом. Марк Уилшер — помощник музыкального продюсера, так как он мог записывать только по две минуты в день. Это чертовски много — две минуты полной оркестровки в день. Поэтому, когда к нему приходили с графиком сдачи, он говорил, «Просто посчитайте. Если нужно 20 минут музыки, нужно 10 дней». Это не годилось в нашем случае. Две превратились в три, в три с половиной, затем в четыре, затем в пять, и в конце дошло до спинтерской скорости и шесть с хвостиком минут оркестровки в день. Очень хорошо. Всем спасибо. Лондон, 4 часа утра. Внезапно все захотели узнать, насколько нужно волноваться. Средние или уже пора вешаться? Позвоните в скорую, пусть несут носилки. Видеоконференция, 5 часов утра. Вызовите ребят с носилками, чтобы отнесли меня наверх. Самое странное во всем этом, что несмотря на то, что ты и так приперт к стенке огромным объемом работы, Питер все добавляет материал, добавляет новые сцены. Грей Хосфилд — начальник отдела разрушения Барадора. Он говорил, что каждый план, который он придумал, должен попасть в этот фильм. Задание становилось все больше. Понимаете, вы заканчиваете работу, и вам дают задание больше, чем то, которое вы только что выполнили. Мы пошли по неверному пути. Знаете, за 6 недель до конца нужно было сдать 700 планов, а за 5 уже 800. И ты думаешь, мы только что сдали сотню, почему же их стало больше? Так, понятно, они просто добавили нам еще 200. Это было совершенно невозможно. Так что никто уже не волновался. Попробуем сделать это как можно быстрее. Сегодня это уже печатают на пленку, так что... За последние 2 месяца нужно было сделать столько же планов, сколько для первого и второго фильма вместе взятых. Как будто ты стараешься переплыть огромный океан. Знаете, вдалеке пустынный остров, к которому ты стремишься, но как бы ты ни старался, ты к нему не приближаешься. Мы видели в журнале интервью Питера, которое он давал в Лондоне, где он говорил, что «все под контролем». Мы приписали в скобках «в Лондоне». Эллен Моран, продюсер спецэффектов. Все сотрудники ВЕТа откопировали его слова «все под контролем» и расклеили повсюду. Не волнуйтесь, все под контролем. Хотя мы совсем не были под контролем. Я начал понимать, что Питер на самом деле обдумывал изменения, но делился ими только с отдельными людьми. Как режиссер он думал, «Так, если я скажу в отделе спецэффектов, что этот кадр может и не пригодиться, они и не закончат его. Так что я им ничего не скажу, а скажу только композитору». Я начал понимать, что для того, чтобы получить ясную картину происходящего, нужно поговорить с людьми из всех отделов. Не для того, чтобы помешать Питеру достичь цели, но чтобы расставить приоритеты так, чтобы успеть сделать фильм. Собрание «Успеть к сроку» — октябрь 2003 года. Барри Осборн собирал нас каждый вечер в 18.00 в парк Роудпост, чтобы присутствовали люди из отдела спецэффектов, звука, музыки, и все могли спокойно сесть и обсудить график. Так, вот что мы успели сегодня. А Барри проверял по своему списку того, что нужно было сделать. И если мы что-то не успевали, приходилось перекраивать график, чтобы успеть это сделать и сдать фильм в срок. Вот это официальный график. Пока что он был без изменений. Встречи с Барри были довольно напряженными. Я имею в виду, что он бывал довольно убедителен. Я уже сказал, меня это не волнует, так как у меня есть сроки сдачи. Хорошо, понятно. Некоторым казалось, что я бывал слишком резок, но я просто хотел, чтобы все сконцентрировались, потому что тратить время на обсуждение означает отвлекать всех от главной цели. Тем не менее, было очень важно, что мы делились информацией. Если ты скажешь мне, что есть проблемы... Нет, все в порядке. Это пока. Но если у нас возникнут проблемы, я должен об этом знать. Хорошо, ты будешь первый. Договорились. А графики все сдвигались. Становилось совершенно очевидно, что мы не укладываемся в сроки, и планы придется менять. Что-то сдвигать, что, конечно, вызывало с их стороны серьезное недовольство. Если у нас пролетят эти сроки, то пролетит и релиз. Что ж... Они пытались сделать готовый фильм на основе незаконченного монтажа. Мы начнем финальное сведение где-то в этот период. Я говорю, мы еще не готовы начать. Я знал, что мы не готовы, но мы все равно начали. Война! Брэнд Бёрдж, редактор звуковых эффектов. Столько сил и времени потратили монтажеры, продираясь через лома поправок и пытаясь переработать материал во что-то новое. Когда Шеллоп двигается, каждый раз, когда одна из ее ног вступает по земле, она издает звук. И малейшее изменение в кадре может изменить всю звуковую картину. Или вы работаете над сценой, и у вас есть превиз, где в кадре пролетает дракон. И вдруг пробегает слух, что Питер решил добавить еще четырех в этот план. Розмари Дорити, ведущий специалист производства. Мы должны были знать об этом, потому что тогда нужно было бы добавлять еще несколько криков. Питер Джексон, режиссер, сценарист, продюсер. Это как бросить дротик в стаю птичек. Все находится в движении. Цель все время меняется, а последний срок все ближе. Это довольно болезненно. У меня не было выходного уже три месяца, и с каждым часом нагрузка только возрастает. Но мы все равно это сделаем, и это будет здорово. Потому что работа такая большая, такая долгая, и понятно, что таких периодов не избежать. Просто нужно с этим смириться. Майк Хопкинс, ведущий звукорежиссер. Когда начинаешь работать по семь дней в неделю, долго-долго монтируя каждую сцену, сегодня монтируешь эту, завтра другую и третью, и нет времени, чтобы остановиться и посмотреть, что получается. Это совершенно особенное чувство, когда можешь сказать, окей, сегодня мы только смотрим, что у нас есть на данный момент. Мы просмотрели смонтированный фильм, и он был неживой, потому что оказалось, что нельзя проскочить через многие сцены, не потеряв сюжета и эмоционального содержания. Фильм получился слишком медленным. В какой-то момент мы потеряли его суть. Придется исправлять. Питер знал, что фильм должен быть великолепен. И ты смотришь и думаешь, так, почти то, что нужно, но нужно больше времени. И еще, а мы успеем? И если мы переделаем этот кадр, то фильм будет спасен. И Пит сказал, ребята, мне очень жаль, что сроки поджимают и трещат по швам, но этот фильм самый главный из трех. И он должен быть на должном уровне. Иногда тебе нужно просто быть уверенным в своих силах и верить в то, что ты сможешь. И продолжать работать и не позволять даже тени сомнения забладеть тобой, потому что ты должен идти вперед. Питер Джексон еще не утвердил график. Мы узнаем его завтра, так что оставайтесь на связи. Все мы надеемся, что это сработает. Так, с этим закончили. Питер не мог больше расставаться в Лондоне. Ему нужно было делать финальное сведение непосредственно на месте. Мы вернулись из Лондона в Новую Зеландию, в свою монтажную. И мы все еще застряли на пяти катушках. Пять катушек из десяти. И мы все еще вертимся, как у гореллы. В монтажной делаем очередную катушку, затем бежим на сведение звука, и все носятся туда-сюда. И при этом мы еще ждем, когда будут готовы эффекты, потому что они тоже повлияют на сцену. У нас осталось пять недель до выхода фильма, и нам нужно сделать еще столько же кадров, как для всего первого фильма. Осталось примерно 540 планов. Знаете, у нас был материал, который еще только снимали. Элементы для планов со спецэффектами. Мотор! Пока у нас нет самих отснятых материалов, мы не можем сделать финальный спецэффект, где тебе есть на что опереться и завершить работу. Леджи Вуд Фродо. Отдел миниатюр снимал в ноябре, а релизы в декабре. Алекс Фанк, отдел спецэффектов. Последняя большая сцена, которую мы сделали, была сцена у Черных Ворот. Мы сдали ее в последний момент. Вся сцена занимала три катушки, почти час. И мы сделали ее после возвращения в Новую Зеландию за три недели. Джереми Беннет, постановщик спецэффектов. Не имеет значения, как много ты работал до этого, а новые планы все равно добавляются. Орлы! Орлы летят! Дин и я переглянулись. Что? В каком смысле орлы? Что еще за орлы? В этом фильме есть орлы? Мы постоянно что-то добавляли в фильм. Постоянно что-то выкидывали ради еще одного кадра. Но в третьем фильме мы беспокоились не об этом. Он должен был стать лучшим. И все время у нас звучало, как барабанная дробь. Должны доделать. Должны доделать. Должны доделать. Я помню, как на дозаписи диалогов я внезапно испугался. Секундочку, это не поможет. В газеты стали просачиваться слухи. Мэру Веллингтона Кэрри Прендергасту пришлось публично заявить, «Пидор успеет завершить фильм, мы не отложим премьеру». Потому что ходили слухи, что фильм еще не готов. У нас была не сдвигаемая дата от Нью Лайн. Они сказали, «Фильм нам нужен к этому моменту». Ведь даже после завершения еще нужно было время, чтобы развести копии по всему миру, ведь это была мировая премьера. Волновались ли мы? Несомненно. Знали ли мы, что делать? Как закончить фильм? Уложиться в сроки иностранных партнеров? Я слушал края муха, а сам говорил, «Знаете что, я все еще работаю на этого режиссера». По какой-то причине все жутко боялись, особенно в студии, что я не завершу монтаж до даты выхода, когда будет уже поздно. Ну, конечно, я так не сделаю, потому что это безответственно. Нужно выпустить фильм в срок. Но можно также выпустить фильм точно в срок. Понимаете, здесь хитрость. Думаю, настоящий срок был в конце октября, и фильм к тому времени должен был быть готов, а мы все еще сводили в ноябре. Несмотря на то, что нас ужасно поджимали уже последние сроки, Питт хотел получить высшее качество во всем от начала и до конца, и никаких исключений из-за сроков. Дэвид Фармер, звукооформитель. Просто пытаешься все закончить, собрать все кусочки в единое целое, чтобы фильм был сдан. У нас в отделе звука была небольшая мантра. Когда нам казалось, что все ужасно, мы говорили, на самом деле у ребят Вета все еще хуже. Итан Вандервин, ведущий звукорежиссер дизайна. Плохо, когда рыдаешь над работой, но я думаю, что каждый из нас прошел через такой момент. Мы делали разрушение черных ворот, пленерскую битву, нужно было сделать самые масштабные планы. Джулетт или ведущий специалист по спецэффектам. Так что мы растратили все наши силы, пока не сделали то, что было нужно. Рэнди Кук, ведущий дизайнер анимации, проблема была не в том, как заставить их работать в полную силу, проблема была сохранить их здоровье и убедить их, хоть иногда уходить домой. Каждый день нам нужно было сдавать по 20 планов, так что каждый час кто-то заканчивал делать план, который обычно занимает от двух до десяти недель работы, так что это немного пугает. Над этим я работаю с понедельника, а сдавать его уже в пятницу. В последний месяц у нас были люди, которые ездили домой поспать через день. Эйк Сейндон, ведущий специалист 3D-графики. Шампунь заготовлен. Атмосфера в конференц-зале, где мы устраивали ежедневные совещания, накалялась. Слишком много народу работало по 7 дней в неделю и плюс по ночам. Это было уже немного чересчур. Скорее всего, ни для какого другого фильма или другого режиссера мы бы не стали так напрягаться. Когда начинают выдыхаться даже передовики, ты пытаешься помочь нести эту ношу. Он знает, сколько можно выжать из последнего рывка, быть может, загоня всех до полусмерти, но все еще способных совершить и выпустить фильм в кинотеатры. Возвращение Короля было так близко к критической черте, как это только возможно. Мы практически заступили за черту. Звук, картинка и эффекты сводились за считанные недели до мировой премьеры. Мы добавили последние 10-11 планов, думаю, числа 10-12 ноября. Седьмая катушка была последней. Говард получил ее накануне премьеры в Веллингтоне. Весь звук был готов в 15 ноября. Это первый фильм, в котором работу над спецэффектами заканчивают позже, чем работу над звуком. Такие последние штрихи. Думаю, над последним планом я работал почти 48 часов напролет. Тереза Эль Сриджи – ведущий 3D-специалист. По-моему, последним эффектом был кадр, где кольцо плавится. Мы начали его много месяцев назад. Питер приехал в ВЕТА принимать последний план. И мы все жили тем, что кольцо – это последний эффект. Все собрались в конференц-зале. Мы просмотрели эффект. И все слушали, затаив дыхание. Что скажет Питер? Да, пойдет. Хорошая работа. Правда? Питеру понравилось. Все так шумно выдохнули за его спиной. Как будто безмолвная волна облегчения пронеслась по комнате. Все были так взволнованы, ведь это был последний план, и его приняли. Оно ушло. Это было в среду. А когда премьера в понедельник? Мы доделали все впритык. Практически стоя на пороге. Колесики завертелись, и вот все склеено. И ты держишь в руках настоящий шедевр. Я думаю, что в конце многие пережили серьезный стресс, особенно в отделе распространения. Я уверен, что кто-то дул на пленке, чтобы они быстрее сохли, и их можно было бы запаковать и отправить. Вот как нас прижало. Отправка готовых пленок к возвращению короля. Кто-то сравнил Питера с пилотом самолета, который знает, сколько у него осталось горючего, и сажает самолет в последний момент. Дин, Дэвид, Дэвид, Том, рад познакомиться. Возвращение короля доставлено. Спасибо. Доставка возвращения короля. Никто не должен делать фильмы так, потому что это самый трудный способ. Вы можете возразить, что если результат хороший, то это не может быть неправильный способ. вы скажете, что это невозможно. Мы живое доказательство обратного. Мы это сделали и остались живы. Я думаю, это мера той поддержки, которую Питер получал от всех участников проекта. Готово! Номер три! Это не был фильм Питера Джексона, он был наш общий. И мы хотели, чтобы он получился как можно лучше. Знаете, опыт очень важен, и в конце концов мы получили хорошую практику, как выпустить фильм в последнюю минуту. Так что если кому-нибудь из нас придется в будущем делать такое, мы будем готовы. Озвучил по субтитрам Иннокен 33 студии Я в декабре 2019 года.